МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта бронированная гусеничная машина была разработана в рекордно короткие сроки, менее чем за два года. В момент принятия на вооружение она была лучшей в мире по защищенности и поражающему эффекту снаряда. Т-62 в фильме «Оружие». Послевоенное развитие бронетанковой техники в Советском Союзе примерно до начала 60-х годов шло эволюционным путем. Была разработана и внедрена в производство вполне удачная модель среднего танка Т-54. Конструктивные решения, использованные при создании этой машины, оставляли большой резерв для модернизации. Компоновочная схема, основные элементы ходовой части и моторно-трансмиссионные группы могли быть использованы практически в неизменном виде. Конструкторам приходилось задумываться лишь о наращивании боевых возможностей базовой модели. Причину такой ситуации необходимо искать в стратегической сфере. США, Великобритания и Советский Союз, бывшие союзники во Второй мировой войне, после ее окончания оказались по разные стороны баррикад. Линия противостояния проходила главным образом по территории разделенной Германии. В США возглавили Организацию Североатлантического договора, более известную как НАТО, Советский Союз – Организацию Варшавского договора. И та, и другая сторона к началу 50-х годов обладали ядерным оружием. Однако США явно лидировали в развитии средств доставки атомных боеприпасов, в особенности самолетов. В Советском Союзе разработка новых стратегических бомбардировщиков по многим причинам затягивалась. Армадам реактивных боингов советские военно-воздушные силы могли противопоставить лишь устаревающие прямо на глазах винтовые туполевые. Цикл разработки, испытаний и постановки в производство нового самолета составляет более 10 лет. К тому же, организовать поточное производство бомбардировщиков советская промышленность была не в состоянии. Новый танк можно разработать за 3-4 года. Если же при этом опираться на готовую модель, хорошо освоенную промышленностью, знакомую войскам, сроки создания модернизированной машины уменьшаются до двух лет, а производить ее можно сотнями штук в месяц. До середины 60-х годов единственным ответом на американский ракетно-бомбовый ливень была советская танковая лавина. Чтобы в короткие сроки создать такую лавину, требовалась простая технологичная модель бронированной гусеничной машины, которая могла бы действовать в условиях ядерного конфликта. Такой танк советская армия получила в 1958 году. Это был знаменитый Т-55, созданный на базе 54-ки. Впервые в мире он был снабжен автоматической системой защиты от оружия массового поражения. До начала 60-х годов у 55-го на Западе не было серьезных соперников. Американский средний танк М-48 с 90-мм пушкой, основа натовских бронетанковых сил, уступал Т-55-му и по бронезащищенности, и по силе огня. Однако в 1960 году на вооружение армии США был принят новый танк М-60. Он имел английскую нарезную пушку калибра 105 мм. Такое же орудие было установлено на британском Центурионе Марк-10. Оно обеспечивало гарантированное поражение Т-55 с расстояния 2-х километров. Боевые характеристики натовских танков впервые сравнялись, а кое в чем, например, в системе управления огнем, превзошли своих советских оппонентов. Требовался адекватный и, что не менее важно, срочный ответ. Этим занялось конструкторское бюро Нижнетагильского Уралвагонзавода, основного производителя серийных 55-ок. Руководил работой Леонид Карцев. Карцев Леонид Николаевич, выдающийся конструктор бронетехники, лауреат государственной премии. Родился в 1922 году. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Академию бронетанковых и механизированных войск. С 1953 по 1970 годы главный конструктор танкового КБ Уралвагонзавода. Благодаря накопленному инженерному опыту, высокой степени унификации с танками Т-54 и Т-55, Нижнетагильцам удалось в относительно небольшие сроки разработать новую машину. Т-62, в буквальном смысле слова, вырос из 55-ки. Его корпус был длиннее и шире. Это было вынужденное решение. Более мощное орудие требовало более крупную башню. Машина была принята на вооружение советской армии в сентябре 1961 года. Спустя всего 6 месяцев первые серийные 62-ки стали получать в частях. Т-62. Средний танк. Боевая масса 37,5 тонн. Длина 9,3 метра. Ширина 3,3 метра. Толщина лобовой брони 100 миллиметров. Двигатель дизельный, мощностью 580 лошадиных сил. Скорость до 50 километров в час. Вооружение. Пушка калибра 115 миллиметров. Два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 4 человека. Танк сконструирован по классической схеме. Моторно-трансмиссионное отделение размещается в кормовой части машины. Отделение управления впереди. Боевое отделение в средней части. Особенностью этой танка явилась в том, что впервые в мире на этом танке была установлена гладкосвольная пушка калибра 115 миллиметров. Но увеличение калибра орудия привело к тому, что вынуждены были увеличить диаметр башни, диаметр погона башни, диаметр башни, соответственно, размеры башни. Значит, размеры корпуса, на который эта башня устанавливается. В результате танк имел уже большие габариты, чем танки Т-54 и Т-55. Значит, как по высоте, так и по ширине и по длине. На этом танке был установлен еще более совершенный двухсплоскотной стабилизатор вооружения с электроэнергетической стабилизацией пушки и электромашиной стабилизацией башни. Необходимость установки гладкосвольной пушки на танк была определена тем, что нарезанные пушки имеют относительно небольшой ресурс. То есть с каждым выстрелом из пушки выносится часть металла, составляющих саму эту пушку. В результате танки Т-62 уже перешли к гладкосвольной пушке. Соответственно, наличие гладкосвольной пушки вызвало необходимость изменить конструкцию боеприпасов к ней. Благодаря полной герматизации корпуса Т-62 может без подготовки преодолеть брод глубиной до полутора метров. После подготовки он форсирует водные преграды пятиметровой глубины. Труба для подачи воздуха при этом крепится на башне. Боевой дебют 62-го состоялся в 1969 году. Во время советско-китайского пограничного столкновения на острове Даманский. После подробного изучения опыта боевого применения танков Т-62 на острове Даманском, военные и конструкторы пришли к выводу, никаких доработок производить не требуется. Т-62 более совершенная машина по сравнению с танком Т-55. Во-первых, мощный двигатель, там порядка 580 лошадиных сил. И самое главное, что он в двух плоскостях был стабилизирован. Всего с 1962 по 1975 годы было выпущено 20 тысяч танков Т-62. Они поступали на вооружение многих армий и принимали участие в десятках войн и вооруженных конфликтов. На базе танка Т-62 был создан уникальный бронеобъект — истребитель танков ИТ-1. Он имел полуофициальное прозвище «Дракон», по названию установленного на нем комплекса противотанкового ракетного вооружения. ИТ-1 стал первым и единственным принятым на вооружение чистым ракетным танком. То есть именно ракеты были основным оружием танка. Защиты от них на тот момент не существовало. Поэтому по боевой эффективности «Дракон» заменял несколько танков. 12 радиоуправляемых ракет поражали противника с 90% вероятностью. Ракета срывалась с пусковой установки. В течение 0,1-0,3 секунды была неуправляема. Затем захватывалась лучом. И по обратной связи эта ракета наводилась на цель. Дальность стрельбы была в пределах 3-3,5 километров. Батальон мог на своем участке целую дивизию противника задержать и уничтожить ее. В 1968 году было сформировано два отдельных батальона истребителей танков. В белорусском и прикарпатском военном округах. Но конструктивные недостатки ИТ-1, большие габариты и масса, устаревшая элементная база, большая мертвая зона послужили причиной снятия этой машины с вооружения. В боевых действиях истребители танков не участвовали и на экспорт не поставлялись. После опытной эксплуатации батальоны были расформированы, а ракетные танки ИТ-1 переделаны в танковые тягачи. Главным поклонником ИТ-1 являлся советский партийный и государственный лидер Никита Сергеевич Хрущев. После смены руководства в Советском Союзе идея чисто ракетного танко-истребителя была отвергнута военными. К ней больше никогда не возвращались. Невысокая цена и неприхотливость в обслуживании выгодно отличали Т-62, как и другие советские средние танки послевоенного периода, от его более тяжелых собратьев. Но сравнительная слабость брони и вооружения поставила крест на дальнейшем развитии этого класса бронетехники. Т-62 стал последним советским средним танком. Время этих машин уходило. Наступала эпоха основных боевых танков. Время этих машин уходило.